Жизнь непредсказуемая штука Находясь на вершине ты не чувствуешь опасности У тебя нет сомнений, ты живешь и не представляешь Что в любой момент можешь споткнуться и полететь кубарем вниз Туда, что было всегда только в страшном сне Но вот оказавшись там, не все могут забраться обратно Попытки принимают многие А вот вскарабкаться на импровизированную гору удается единицам Эти мысли пришли ко мне в голову после того, как я проникся в историю одного парня Который этим летом вернулся туда, где не был 9 лет В элиту нашего футбола Как вы понимаете, сейчас пойдет речь о Антоне Заболотном Футболист, который на своем примере показывает, что работая над собой Можно добиться многого Вернемся в 2009 Тогда молодое дарование школы ЦСКА оказался в числе тех избранных Которых переводят из дубля в основу Сначала он играл за молодежку, но при Слуцком уже проводил тренировки с основой Попадал даже в заявку на игры чемпионата и на матчи Лиги чемпионов Против Бешикташа и Вольсбурга Вот только кроме игр на сборах Заболотному не удалось провести хотя бы минуту За первую команду в официальном матче Мечта была так близко, но видно было не суждено Высокая конкуренция, травмы и недоверие тренера Тут его поджидает решение Гиннера Аренда в первую лигу Заболотного уже приписывают в число армейских нападающих Которые после этих постоянных нудных аренд в РППЛ не возвращаются Салугин, Самодин, Бурмистров, Рыжов Сколько было таких талантов и где они сейчас Вот и Антон поехал в свою первую аренду Волгарь-Газпром Ныне потерявший вторую половину своего названия 16 игр и 6 мячей для юного форварда Это хороший показатель за полгода Срок аренды истекает И ЦСКА депортирует парня в Екатеринбург Где также за полгода Заболотный не затерялся и за 21 матч настрелял те же 6 мячей Там и тренер и президент верят в этого высокого акробата Фанатам нравятся кульбиты после забитых мячей И вроде как и Антону приглянулись местные пейзажи Но конфликт между клубами и пакует чемоданы русских болотелей в Брянск Следующие полгода игрок явно старается как можно быстрее забыть Он не пробивается в основу Проводит только 13 игр и сбивает свой прицел Два раза поразил ворота соперников Но в большинстве игр он выходит на последние минуты Тяжело ударить по воротам за 5 минут времени Не говоря уже о Галаху И вот Заболотный снова является игроком ЦСКА Проводит контрольные встречи И вроде как судьба ему дает второй шанс Вагнер укатил в родную Бразилию Нецет лечится в лазарете Сломался Дембия Кажется что сейчас уже дадут и Антону шанс проявить себя Но Слуцкий выбирает вариант с Мусой в нападении А это значит что Заболотный не нужен команде Во второй раз мечта испаряется сквозь пальцы Заканчивает армейскую карьеру Антон в дубле Контракт расторгнул и грядит новая страница его жизни Строящаяся в то время и пребывающая в первом диве Уфа Хороший, молодой, перспективный клуб И аналогичный по признакам футболист Они были созданы друг для друга Несмотря на высокую конкуренцию Заболотный появился в красной майке горожан за полтора года аж 30 раз Вот только статистика подводит Четыре мяча Правда уже тогда виден прогресс в игре Антона Как он потом признается аренды заставили его пересмотреть подход к делу Он больше читает книг Отбрасывает в сторону ночные клубы и посиделки до утра Концентрируется лишь на футболе Но как оказалось за Болотному и клубу из столицы Башкортостана не по пути И он опускается еще ниже в ПФЛ Мог оказаться в Тюмени и Сахалине Но судьба заводит его в Воронежский факел И первый сезон за сине-белых он проводит на мажорной ноте 19 матчей и 10 мячей Заболотный наконец-то основной нападающий клуба Ему доверяют Он понимает, что это его шанс вернуться И все вроде бы хорошо Команда выходит в первую лигу Но начинается сезон 15-16 И что-то пошло не так Игра не идет, от этого уменьшается его время на футбольном поле Как следствие 18 игр и 1 гол в пенальти Просто позор После этого многие забиваются в себе Начинают уходить в так называемую футбольную депрессию Когда истощены из-за критики вокруг и смеха в свой адрес Никто даже не вспоминает о нем тогда А злопухатель явно довольный Такая статистика ФНЛ Парень, это ты был в школе великого ЦСКА Это ты всерьез говорил о игре в РФПЛ Это ты хотел вернуться в ТОП Ох, как же все тогда заблуждались, не веря в Антона Снова аренда На этот раз в ТОСНА О котором в нашем футболе уже знали Они годом ранее сенсационно выбили Спартак и Скука России И вот, наконец, за болотой находит свою команду За полгода он становится неотъемлемой частью коллектива Сыграв 10 матчей, забил 4 мяча Все понимают, что Антону комфортно играть в этом клубе Болельщики его полюбили Тренеру нравится его игра И следующие полтора года отношения у них были великолепные Заболотный становится олицетворением клуба Высокий, таранный, быстрый, цепкий нападающий Что может быть лучше для команды? 32 матча и 16 голов это новый личный рекорд А вместе с этим выход в Премьер Лигу Ему на руки сыпятся предложения от команд середняков РФПЛ Но Антон правильно поступает Отклоняя контракты и оставаясь верен клубу Который подобрал его после провала в факеле И начало этого сезона для нападающего было прекрасным Он спустя 9 лет снова чувствует, что он в элите нашего футбола Только теперь его место не на скамейке, а железно в старте Конкурентов клубе просто нет Изабо показывает свою лучшую игру Несмотря на то, что Тос наиграл от обороны Антону удается вести борьбу Умело уводить за собой защитников Он полезен в своей штрафной Да, кто-то скажет, что 4 мяча за 19 матчей это смех Но его вклад на игру велик И тут подсчет идет не только в голах А вместе со стабильной игрой за клуб приходит приглашение в сборную Да, пока что он выходит на 5-10 минут в майке с гербом России на груди Но это же только начало А теперь хотелось бы сказать пару слов о трансфере в Зенит С точки зрения профессионального подхода Антон рискует и возможно совершает ошибку За полгода до домашнего чемпионата мира нельзя менять команду Нельзя уходить оттуда, где у тебя стабильная практика Где ты постоянно в тонусе, где играют исключительно на тебя Причем никто не может гарантировать заболотому место в основе Зенита Но чисто по-человечески его понять можно Парень всю свою карьеру играл в низших лигах А здесь ему дело от предложения ТОП КЛУБ России Конечно, было бы красиво, если бы он вернулся в ЦСКА Так сказать, возвращение блудного сына Но его захотели в Зените И тут даже не зарплата дела, хотя я уверен, и это играло важную роль Но скорее всего, осознание того, что ты в одном из лучших клубов России Ты борешься за медали, ты можешь играть в Еврокубках У Антона-то этого практически никогда и не было Ему хочется чувствовать себя звездой Но для этого нужно работать Его мечта – это английская премьер-лига Видя его прогресс, хочется верить, что он наконец-то добьется своей мечты Заболотный своим трудолюбием заслужил, чтобы о нем говорили Любите наш футбол! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!